Здравствуйте! Меня зовут Ольга Ингрия и вы находитесь на моем канале по вязанию. В этом видео я хочу рассказать вам о том, какими инструментами я вяжу, а именно какими крючками. Создать такой своеобразный рейтинг. Мой выбор крючков. Он будет как рейтинг, так и антирейтинг. То есть я расскажу вам и о крючках, которыми мне пользоваться не понравилось. Вообще крючки по материалу, из которого они изготовлены, делятся на металлические, деревянные, пластиковые и металлические с пластиковой ручкой. Поскольку вязать я начала давно, то у меня есть еще в моих запасниках крючки советского периода. Например, вот такой наборчик, который стоил, сейчас вам скажу, 2 рубля 45 копеек. Кстати, немаленькая цена для крючков, на мой взгляд. Здесь 4 крючка. Пятерка, четверка, двойка. Самый любимый размерчик 2,5, которым я чаще всего вязала, у меня уже, к сожалению, сломался. Вот, ну, как видите, еще даже с советских времен, с прошлого века крючочки живы. Очень мне нравится вот этот вот наборчик. Он мне нравится тем, что у него крючки как бы с дополнительной ручкой. То есть, можно их надставить и когда крючок не нужен в работе, вот так вот закрыть его и таким образом хранить. Здесь тоже несколько номеров от самого тоненького, единички, до двух с половиной. Вот этот наборчик мне очень нравится. У них, у этих крючков и головки очень такие аккуратные, тоненькие. И удобно ими пользоваться в дороге. То есть, перестал вязать, закрыл рабочую часть крючочка и едешь дальше спокойно. Просто у крючков есть особенность, что они могут проткнуть там сумку и боишься, что можешь их сломать в пути. Такой крючок уже точно не сломается. Поскольку такие крючочки мне нравились, то я искала аналоги таких крючков и нашла у фирмы Альди. Это вот такие вот крючки. Тоже у них головки закрываются. Но это тоненькие крючки. То есть, они полтора, один двадцать пять, один миллиметр размер крючка. Я ими довольно-таки много вязала. В основном ирландское кружево или какую-то леднюю одежду из пряжи. Ну, толщиной пятьсот метров в ста граммах. Но минус вот этих современных крючков, что у них, к сожалению, плохая пластмасса. Видите, тут вот у меня уже крючок-инвалидик, который пришлось лечить. Пластмасса трескается. А сталь хорошая. И в одном из магазинов я нашла тоже вот такой же крючок, который вроде бы надставляется. Но он оказался совсем плохим. Это мой антирейтинг. Если увидите подобный крючок, не покупайте его. Во-первых, его невозможно хранить. То есть, вот эта вот крышечка не защелкивается. Видите, она спадает. Во-вторых, головка крючка мне совсем не понравилась. Она так грубо выпилена, сделана. И этим крючком я практически совсем не вязала. Видите, что выбор вот таких вот крючков, закрывающейся крышечкой, совсем невелик. Купить их практически невозможно. Поэтому приходится пользоваться обычными крючками, у которых головка не закрывается. Довольно-таки долго я вязала простыми металлическими крючками. Они бывают с двумя головками, с двух концов. Это фирма Гамма. Но тут, например, номер 3 и 4. Они подписаны, в принципе, все видно. Но единственный минус таких крючков с двумя головками, когда вяжешь, можешь перепутать. То есть, вязать сначала номером 3, потом отойти на какие-то свои дела, вернуться и продолжать вязать номером 4. Вот эти мне, эти крючки, не нравятся. Довольно-таки много у меня металлических крючков фирмы Тулип. Я их покупала тоже, чтобы вязать ирландское кружево. Они от единички до двоечки номера. И, в принципе, ими вязать тоже нормально. Единственный их минус, что они теряются. Они очень тоненькие, маленькие. И могут упасть в какую-то щель. И потом их найдешь спустя длительное время, когда будешь производить генеральную уборку. Додвигать диван и все такое прочее. Поэтому со временем я стала себе покупать крючки металлические с пластиковой ручкой. Ну, вот это вот, например, крючки фирмы Ади, если я не ошибаюсь. Довольно-таки долго я пользовалась ими, но у этой фирмы какая проблема? Вот уже на этих крючках я рассказала про нее. У фирмы плохая пластмасса. То есть она трескается со временем. Но мне этого крючка хватает на год. Вот тут вот тоже инвалидик. Может вываливаться металлическая часть. В общем-то, и дешевыми я их назвать не могу, и надежными тоже не могу назвать. Еще одна разновидность крючков. Ну, вот у меня фирма Ади, но у них еще бывают, наверное, и в других фирмах. Подобные крючки это крючки с эргономической ручкой. Я один купила на пробу, попробовала вязать, но, честно признаюсь, мне они совсем не подошли. То есть, поскольку я привыкла к обычным крючкам, то вот эта эргономическая ручка, у меня как-то кисть выворачивалась из-за нее, и вязать было довольно-таки неудобно. Поэтому у меня вот он один лежит, как образец, и я им не пользуюсь. Еще один материал, из которого делают крючки, это дерево. Я тоже один купила на пробу, как бы понравится, не понравится. У меня это крючок 4,5, в общем-то, не самый ходовой. Но опыт показал, что я его не использую. То есть, деревянные крючки у меня как-то тоже не пошли. Поэтому он вот один такой деревяненький в моей коллекции. Заброшенный. По поводу пластиковых крючков могу сказать следующее. Хоть они и дешевые, но, к сожалению, довольно-таки низкого качества. Мне вот мама отдала крючки, которые она покупала в советское время, пластиковые. И посмотрите, вообще возможно ими вязать или нет. Они гнутся, как, не знаю что. Совсем не держат форму. Поэтому это мой антирейтинг. Покупать пластиковые крючки никому не посоветую. Ими вязать неудобно. Они быстро сломаются. И, в общем-то, когда крючок гнется, им вязать неудобно. Даже, видите, такие толстые крючки. Там шестерка, наверное. И то свою форму не держит. Вот. Для сравнения покажу тоже толстый крючок. Пятерка. Вот это вот любимый мой крючок, которым я вяжу. Слитки для тапочек. Вот его согнуть невозможно. В отличие от этого. Так что, вот эти вот пластиковые крючки я вам показала. И сейчас я спокойно душу их выкину. Для того, чтобы они мне не создавали видимость, что у меня крючков, видимо, невидимо. То есть, для меня наиболее удобными оказались именно металлические крючки. И чаще всего все-таки я пользуюсь крючками металлическими с пластиковой ручкой. Металлические крючки бывают тоже разными. Например, у меня вот сохранились в советских времен алюминиевые крючки. Но алюминий мягкий металл, поэтому он тоже гнется быстро, царапается. И брать алюминиевые крючки, если они сейчас есть в продаже, я вам все-таки не советую. Лучше сталь. Вот эти вот крючочки с советских времен по 25 копеек я тоже все-таки выкину. Неудобно мне ими вязать. В продаже есть еще металлические крючки, покрытые специальным покрытием. Такое оно серебристого цвета. Вот это вот простой металлический крючок, а вот это вот с покрытием. Они бывают еще и с пластиковыми ручками, но тоже с таким же серым покрытием. Такие крючки я тоже покупала на пробу и вяжу ими периодически. Но все-таки вот у этих крючков, мне кажется, покрытие мешает скольжению. То есть они скользят хуже, чем обычные металлические. Тоже имейте это в виду. Если вам нравятся более такие свободно скользящие крючки, то лучше покупать чистый металл. И, наконец, последние мои приобретения это клаверчики. У меня их уже целая коллекция. Образовалась я покупала только вот такие с коричневой ручкой, хотя бывают и другие их разновидности. Среди них есть и крючки, которыми я пользуюсь уже несколько лет. И, в общем-то, у них и пластмасса выдерживает, не трескается, в отличие от крючков, которые я вам показывала, вот фирмы Адди. И сталь довольно-таки прочная. Даже вот крючок у меня есть 0,5. Я ему уже связала парочку изделий, и он не гнется. Сталь хорошая. Единственный минус этого крючка это короткая головка. И, например, если вам нужно вязать такой элемент, как витой столбик, этим крючком его будет неудобно вязать. Об этом я тоже делала видео. И в описании дам ссылочку на него, какой крючок удобнее для вязания витых столбиков. В общем-то, я уже показала вам все разновидности крючков, которыми я пользуюсь. Конечно, не все фирмы я использовала. Их огромное количество. И если инструмент хороший, он мне нравится, то покупать что-то еще дополнительное смысла нет. Но если появится что-то новенькое, я сделаю по нему дополнительное видео. Делитесь в комментариях, какими крючками вы вяжете, какие у вас предпочтения. Будет интересно посмотреть. Поддержите мое видео, поставьте лайк. А я буду записывать для вас новые обзорчики, обзоры инструментов, обзоры пряжи. Буду делиться с вами своими процессами и мастер-классами. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok